Казахстан идет по верному пути экономических, политических и структурных реформ. Об этом заявили участники двусторонних встреч в Бероне с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Подробности официального визита главы казахстанской правительственной делегации в Швейцарию в репортаже нашего корреспондента Жанат Эрнст. Швейцария – один из важнейших политических, экономических и торговых партнеров Казахстана в Европе. Только по итогам прошлого года эта страна вышла на третье место по объему прямых иностранных инвестиций, привлеченных в нашу республику, а по размеру двусторонней торговли – на десятое место. Стороны намерены дальше наращивать многоплановое сотрудничество, развивая межправительственные, межпарламентские деловые связи. Об этом шла речь на встрече Мухтара Тлеуберди с вице-президентом, федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом. В этом году мы ожидаем организацию официального визита нашего президента Хасамжу Март Кемеля Чатукаева в Швейцарию. Естественно, пройдут переговоры между главами двух государств. Мы с моим коллегой также обсудили перспективы экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, наши позиции по актуальным международным проблемам. Понятно, что прежде всего это связано с Афганистаном. Также мы обсудили пути взаимодействия в рамках различных международных структур и организаций. Наши двусторонние отношения находятся на очень хорошем уровне. Торговое и политическое взаимодействие имеет многолетнюю историю, и мы рады поздравить Казахстан с 30-летием независимости. Швейцария – третий крупнейший торговый инвестор в экономику Казахстана, и в стабильных рамочных условиях мы сможем вкладывать еще больше. У нас есть опыт совместной работы по линии Бреттенвудского института, Всемирного банка и МВФ. Так что у нас есть отличная база для настоящего и будущего сотрудничества. По итогам переговоров глав двух форен-офисов стороны подписали два межправительственных соглашения о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также об оплачиваемой трудовой деятельности членов их семей в странах пребывания. Во время переговоров с представителями деловых кругов Швейцарии Мухтар Клиуберде рассказал им о планах по улучшению инвестиционного климата в нашей стране. Я провел двусторонние встречи с швейцарскими бизнесменами. Были подписаны несколько контрактов на реализацию инвестиционных проектов в Казахстане. Самое интересное, что они направлены на сотрудничество в самых различных секторах экономики. По мнению швейцарцев, сфер для совместного производства в постковидный период много. Это и агросектор, и фармацевтика, развитие цифровых финансов и технологий, а также криптовалют. Казахстан идет по верному пути реформ – экономических, политических и структурных. Они важны для того, чтобы придать стране новый импульс. Считаю интересным новые меры, озвученные в послании вашего президента. Мы уже можем почувствовать эффект работы некоторых проектов. И я уверен, что страна получит огромную выгоду от этих реформ. Для этого нужно больше экономической свободы, усилить борьбу с коррупцией и создать условия для предпринимателей и инвесторов. Я думаю, что новые экономические меры, озвученные вашим президентом, приведут к стабильности и конкурентноспособности экономики и дальнейшему устойчивому росту. А это даст возможность больше инвестировать в сектор здравоохранения. Выпуск современных, доступных и высококачественных лекарств – это то, над чем мы можем работать вместе для улучшения здоровья и благополучия казахстанского народа. Очень важно, что у вас разработана и произведена собственная вакцина, и люди получают ее. Официальный визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберды в Швейцарию продолжится в Женеве. В этом городе у него запланированы переговоры с главами крупных международных организаций. И уже сегодня он встретится с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачилет. Жанна Тернежо, Март Ахметов, Хабар, 24, Берн, Швейцария.